ВК-образование представляет? Новогоднее шоу, в котором эксперты экосистемы ВК подводят итоги года и говорят о технологиях. Привет, это Костя Сидорков, и прямо сейчас вы будете смотреть новогоднее шоу от ВК-образований. Тут вы узнаете не только все самые последние новости от компании ВК, но а также увидите крутых экспертов и узнаете, как же можно попасть в IT. Дизайн сервисов. Саша Ермоленко. Александра Ермоленко, директор департамента дизайна сервисов ВК. Считает, что лучший дизайн – это тот, которого не видно. Саша, привет. У нас сегодня были разработчики, были маркетологи и музыканты, и кто угодно, но мы забыли о самом главном – о том, как продукт выглядит со стороны. И я говорю здесь не о фронт-энде, козырнул просто, что сегодня узнал, наконец-то, значение этого слова, а я говорю о дизайне. Ты занимаешься дизайном продукта и дизайном продуктов, и мне хочется узнать, что входит напрямую в твои обязанности. Вот расскажи для людей, которые вообще ничего там не понимают, что это из себя представляет? Кто такой вообще дизайнер продукта? Не вопрос. Мне кажется, что дизайнер продукта, в принципе, да, и человек, который занимается дизайном, он как человек, который занимается архитектурой или урбанистикой, он создает среду. То есть это такая среда, в которой людям комфортно развиваться, где-то в каких-то сферах, в которых им хочется это делать, в которой комфортно создавать какие-то вещи, которым комфортно решать какие-то бытовые вопросы, бытовые проблемы. И это может так, типа, супер пафосно прозвучать, но на самом деле то, что мы видим в цифровом мире, и то, что мы видим в дизайне, это прямое отражение того, что у нас происходит в обычном мире. То есть если мы хотим запомнить какие-то дела, мы, в общем, записываем их в ежедневник, или переносим это в свой телефон, или переносим это в какую-то любую прогу, в которой мы ведем свои дела. Если мы хотим отправить письмо, да, то мы просто заходим в почту. И вот эта история с созданием среды, она, мне кажется, основная для дизайна. Человек, который занимается дизайном продукта, он не занимается его оформлением, как иногда можно подумать, то, что там, ну что там эти ребята сидят, пиксели двигают за свои там огромные зарплаты. А это именно создание какого-то опыта, которым человеку будет комфортно, и в котором человеку будет интересно, и который человек будет в том числе развивать, и показывать ему, как он может с ним взаимодействовать по-другому. Такой опыт, в котором будет приятно, комфортно, интересно, безопасно, и при этом развивающе, как вот в городе на самом деле, как мы себя чувствуем, так же и в интерфейсе. Я знаю, что, например, значит попробовать в чате обсудить какой-то дизайн. Как ты правильно говоришь, реально все думают, что в нем разбираются, но все-таки как правильно отличить вообще хороший дизайн от плохого? В принципе, мне кажется, одна из основных характеристик хорошего дизайна, это то, что дизайна не видно, как ни странно, да, потому что когда мы пользуемся каким-то продуктом цифровым, мы не замечаем, как происходит интерфейс, где его место в нашем взаимодействии. Можно так про себя говорить, вот сейчас очень хорошо, конечно, так все. Да, да, ну типа я ничего не, я не увидела эти кнопки, я просто получил то, что я хочу. Интерфейс – это просто способ получения услуги какой-то, да, способ опрощения своей жизни. И если в процессе доступа к этой услуге ты испытываешь какое-то чувство в духе «Боже, куда я там нажимал, что делать?» Чтобы вернуться назад, нажмите вперед. Кстати, это реальный кейс был однажды. И если человек чувствует что-то в этом духе, то кажется, что здесь уже есть проблема, потому что здесь интерфейс перестает выполнять свою функцию и начинает быть помехой. А когда интерфейса не видно, это, мне кажется, базовый уровень качества, то есть когда человек может сделать то, что ему нужно. Дальше следующий уровень – это когда он может испытать какие-то крутые эмоции от этого. То есть когда он сделал то, что хотел, и подумал, вау, как это было прикольно. Ко мне обратились на моем языке, со мной поговорили не как большая компания с маленьким человеком, а как с другом. Вот вопрос, напишет ли он об этом хорошем опыте, потому что, мне кажется, когда нам все нравится, мы никогда об этом не говорим. Это классика, это классика, да, действительно. И поэтому вопрос, как правильно тогда работать с обратной связью, если понимать, что пишут, но там 90% всегда только что-то, когда неудобно, плохо и так далее. Ну вот жить с этой мыслью, на самом деле. По-другому просто не получится. Мы, в принципе, когда у нас меняется какая-то среда вокруг, ну вот у нас два года, как бы происходят вот эти все изменения, и мы на них реагируем со стрессом, потому что, во-первых, они негативные, во-вторых, потому что мы, в принципе, на все изменения, и негативные, и позитивные реагируем со стрессом. Для нас это, блин, где была эта кнопка? Ага, тут черт, каждый раз переучиваются. Можно сравнить, я не знаю, но вот у тебя дома есть кровать, она может быть где-то не идеальная там, то есть там нету каких-то супер-мега-функций, она не навороченная, просто она твоя, ты к ней привык, ты привык, что ты ложишься на какой-то пленый бок, подушечку там переворачиваешь холодной стороной, спишь, тебе комфортно. Отсюда тебе подсовывают новую. В принципе, там будет автопереворачивалка подушки холодной стороной, но ты будешь думать, господи, я что-то к ней какая-то она странная. Да, вспоминается, сразу редизайн ВКонтакте 2016 года. Какое было прекрасное время, конечно. Ну вот, как бы да, вот эта вся история, поэтому происходит всегда со стрессом. И это просто нужно в голове держать, что люди, которые видят изменения, они всегда будут на них реагировать. И люди, которые позитивно на них реагируют, они очень часто думают, так и должно быть. И они правы, кстати. Мне кажется, это правильная позиция по отношению к рынку. Рынок должен предоставлять человеку качественные услуги, а не качественные услуги в виде исключения. Это как-то было бы совсем суперстранно. И поэтому, естественно, те люди, которые испытывают позитивные эмоции от того, что изменилось, они не пишут там хвалебные оды, какая красивая кнопка, боже, я так любовался ей пять часов. Нет, они просто делают то, что они делали в продукте, и забывают про это. И думают, что твоя компания классная. Это как бы единственное, что мы получаем в какой-то дальней перспективе. Ну, а те, кому что-то не нравится, действительно пишут, что им не нравится. Ну, кстати, спасибо им за это. Потому что мне кажется, что вот эта вот история с обратной связью, да, она работает здесь как такой простой фильтр каких-то, скажем так, скоростей, на которой вам необходимо совершать изменения. Потому что если пишут очень много людей, и они реально не успевают за тобой, это значит, что нужно как-то менять стратегию этого редизайна, потому что кажется, что большая часть аудитории еще не готова к этому. Я просто обращусь в камеру и скажу, Дуров, верни стену. Главное, не возвращайте Дурова. Простите. Саша, давай поговорим про, наверное, самое главное событие в дизайне нашей с тобой компании, это ребрендинг, который случился в октябре. Скажи, что с ним изменилось, даже, наверное, с точки зрения дизайна, всего оформления и так далее, поэтому у нас много продуктов сейчас тоже уже трансформируют, сменяют название и так далее. Но вот для тебя, как для сотрудника, и как вообще для уже такого человека, который давно в рынке, чем вот этот ребрендинг улучшил, усложнил глобальное восприятие всего холдинга? Вообще история про холдинг звучит душно, честно. Просто типа холдинг, как у нас какие-то, не знаю, с коридором холодильников, ассоциация всегда, когда я слышала о холдинге. Мне скучно в компании, где ничего не происходит. Кажется, что это не про поработать, это про посидеть. А я люблю что-нибудь интересное поделать, поэтому мне нравится, когда что-то меняется. И вот эта история с ребрендингом, она для дизайна вообще была очень, мне кажется, крутой. Потому что можно было наконец-то выкинуть старые унылые штуки, которые мы сделали миллиард лет назад, которые уже давно так, как мы хотим, не работают. Перепридумать их заново, улучшить их, сделать их по-другому, принести тот опыт, который у нас есть уже успешный в наших основных продуктах, в тех проектах, в которых его еще нет. И для меня это, короче, было очень классным временем, потому что, во-первых, мне нравится то, что визуальный язык стал более актуальным и гибким. То есть, раньше был такой, ну вот красный, там черный, никто бы вообще не знал, что это. Целая палитра, там волны. Сейчас все хочешь, сделай, да, здорово же, классно, можно экспериментировать, можно делать какие-то крутые вещи, можно позволить себе больше, и как бы от этого выигрываем. И мы, как профессионалы, и люди, которые на это смотрят, на самом деле, потому что у нас нет больше таких жестких рамок. Ну и в то же время, как бы какой-то единый бренд, ну как-то попроще с восприятием стало, теперь не нужно себе отвечать на вопрос, а что это вообще такое. Давайте, чтобы подытожить, так как все-таки у нас наша основная тематика это образование, мы пытаемся как-то вложить в умы тех, кто, возможно, хочет работать у нас в какой-то другой крутой компании, вообще хочет как-то построить свою карьеру в IT. Ответим на вопрос, каким должен быть хороший дизайнер продукта. Мне кажется, что хороший дизайнер продукта должен понимать мир, в котором он живет. Потому что, на самом деле, вот эта вся история про дизайн, она же, как я говорила в начале, она про проектирование опыта. То есть, это про то, какой культурой, какими продуктами, с какими идеями будут пользоваться, на самом деле, миллионы людей. Это, правда, важно для них, потому что мы, по сути, создаем цифровую среду для очень большого количества людей. Это нужно осознавать. Но чтобы это было удобным, классным, понятным для пользователей, человек, который это создает, должен понимать, что конкретно эти пользователи чувствуют, думают, как они это делают, где они находятся, в какой среде они находятся, как можно сделать эту среду лучше, потому что, по сути, это то, на что мы можем влиять, как профессионалы. Это круто, мне кажется. Поэтому хороший дизайнер продукта, в первую очередь, должен быть включенным в то, что он создает. То есть, в продукт, который он создает, в культуру, в которой он живет, в страну, в которой он находится. Потому что это определяет тот уровень эмпатии, с которым он что-то делает. Я считаю, что у дизайнера продукта, у любого дизайнера, потому что мы все занимаемся одними и тем же... Мы упорядочиваем, да, то, что вокруг нас есть, в структуры, которые более удобно воспринимать. У человека должен быть хороший визуальный вкус, правда. Потому что, ну, как бы, если мы не накапливаем дизайнер, по сути, всю жизнь инвестирует в свой вкус. То есть, он занимается самообразованием, он получает образование, это образование позволяет ему выработать вот это представление о вкусе. А вкус – это, по сути, бессознательная интерпретация навыков, которые у человека есть. То есть, он... Нужно, как мне кажется, нейросеть, кушать много хорошего, стильного и чем самым прибивать себе это чувство. Да, вот в этом будет основной профит, то, что это все копится годами, и, по сути, хороший вкус – это продукт вот этого многолетнего труда. Поэтому, мне кажется, это такая вторая инвестиция, которую можно сделать в себя, крутому дизайнеру. И третья. Третья. Будет ли что-то? Да, просто быть хорошим. Нет, серьезно, быть хорошим. Потому что те навыки, которые у вас есть в общении с людьми, в взаимопонимании, в понимании того, что происходит вокруг вас в командах, они очень важны. Есть люди, которые одиночки, они занимаются какими-то проектами, это совершенно нормально. Просто, чтобы работать именно в какой-то большой структуре, в какой-то большой компании, реально нужно уметь общаться. Потому что без этого не получится сделать крутой целостный продукт. Будет какая-то одна маленькая прикольная часть, которую сделает этот дизайнер-гений, который ни с кем не общается, и остальные какие-то. А третьи будут думать, как это все прикрутить, и чтобы еще это работало. А потом человек, который это увидит, скажет, все, плохо. Так что мне кажется, что нужно уметь создавать целостные вещи через культуру. И вы человеком. Классно. Да, да. Ура! С наступающим Новым годом! И будьте в первую очередь хорошими людьми. Саша, спасибо тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok